В Витебской области определены победители смотра конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. Среди учреждений непроизводственной сферы диплома удостоена Новополоцкая городская больница. Также победителями в других номинациях признаны предприятия «Чашники газ», «Полоцк водоканал» и «Витебские ковры». Стоит отметить, что соблюдение законодательства об охране труда в эти жаркие дни в центре внимания во всех регионах страны. О том, насколько людям комфортно работает, беспокоятся в том числе общественные объединения. На горячую линию Федерации профсоюзов Беларуси уже поступило свыше 100 обращений о нарушении температурного режима на рабочих местах. Каждый из них берется на контроль. Как отмечает главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Павел Манько, при температуре воздуха на рабочих местах выше допустимых величин от 26 до 28 градусов, в зависимости от выполняемых работ, микроклиматические условия должны рассматриваться как вредные и опасные. Следовательно, наниматель обязан предусмотреть меры защиты людей. Речь идет о дополнительных перерывах кондиционирования воздуха, воздушном душировании, применении специальных средств индивидуальной защиты, доступе в помещения для отдыха и душевые при их наличии, смещении рабочего времени с учетом вредных условий. Мы обращаем внимание всех нанимателей на то, что на предприятиях работают живые люди, и шутить с их здоровьем и вопросами охраны труда профсоюзы не позволят. Мы сработаем оперативно. К слову, соблюдение санитарных норм на производствах сейчас на контроле Новополоцки. В городе проходит месячник по обеспечению безопасных условий охраны труда при неблагоприятных метеорологических явлениях. Справляются ли с этим наниматели, проверяют соответствующие службы. Рейды проходят еженедельно. В этот раз специалисты Центра гигиены заглянули на стройплощадку 300 номер 16. Его руководство, как оказалось, заранее позаботилось о своих работниках. С наступлением жаркого периода на объектах начали действовать соответствующие правила. По возможности переноса начала и окончания рабочего времени, чтобы минимизировать работу в наиболее жаркое время. Второй пункт – это при невозможности переноса начала и окончания работы организация дополнительных перерывов, которые включаются в рабочее время, чтобы человек мог отдохнуть в бытовом помещении под навесом. На это в том числе смотрят проверяющие. Также оценивается состояние бытовых помещений, наличие аптечек. Интересуются специалисты Центра гигиены и тем, какие еще мероприятия были внедрены. Так, руководство 300 номер 16 закупило мини-вентиляторы с увлажнителем воздуха для крановщиков. Также в жаркие часы работы выполняются в основном внутри строй объектов, либо под навесами. На данном объекте, в принципе, тот самый минимум, который есть, он есть. Имеется приказ на проведение и организацию технологических перерывов на данном объекте. Также питьевой режим организован, есть бутилированная вода, спецодежды средствами обеспечены, используют. Условия для разогрева пищи тоже имеются. Во время месячника рейдовые группы посещают не только стройплощадки. В центре внимания соцобъекты, транспортная сфера, промышленные предприятия. Перечень мероприятий, который должен выполняться в жару, в целом одинаковый. Главное, чтобы все наниматели сознательно подходили к его выполнению и, что важнее всего, к здоровью своих работников. При выявлении нарушений, в принципе, Центром гигиены выдаются и направляются в адрес руководителя рекомендации об устранении данных нарушений. Ну и, конечно, по факту, в принципе, невыполненных мероприятий, предусмотренных данными рекомендациями, могут приниматься меры административного воздействия к виновным лицам и должностным, которые ответственны за проведение данных и организацию мероприятий. Продолжение следует...